Ю-ху! Всем привет! С вами енот, и с вами я забыл что это делал. Ммм, ведьмак. Ммм, я тут был или не был? А, я бежал сюда. Всё вспомню. Я просто хочу всё зашарить. Ну как всё? По возможности всё. Чтобы потом не было проще, потому что я не люблю мне оставленные моменты, потому что я всё равно буду искать и делать. Привет, ведьмак. А если я всё обшарю, мне же будет поспокойнее. Но я, по крайней мере, буду знать, куда мне идти. Но при этом я уже то, что серию пропустил, я забыли. Всё, едут и едут. Едут и едут. Ладно, пойдёмте к совету, там уже разберёмся, здесь будет дрыщ. За нашу свободу. Фридом! Сейчас, секунду. Всё. Так, 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 мне говорят идти туда, но я же ведьмак. А какой ведьмак? Так, не обшарить сначала всё вокруг. Ага. Сейчас пробелы. Такую щенку, которую мне пробел сломали. Эх, ладно. Разберёмся. Так, стоп. Эх, эх. Ага. Ага. Кто-то скажет, что почему отсутствует серия Borderlands? Пресквилл. Сквилл. 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 Пресквилл. Короче, про луну. А я скажу. Ответ. Ммм, потом. Когда-нибудь. Сейчас пробелы. Как ты можешь так пробел сломать? Секунду. Ага. Я вспомнил, что он так загружает. Так, всё. Пробел я починил. Это чё? Эээ. Тимерский... Спец... Эээ. Тимерский специальный отряд. Эти подразделения начали создаваться в условиях, когда стало ясно, что в борьбе с летучими отрядами Скотелли обычные затрипанные щитники выглядят так же, как рыцарское седло на свинье. Первые особые отряды сформировал король Дема Вент, а командовали ими снискавши турную славу Белой Арайли. Их успех шёл рука об руку жестокостью и беспощадностью в борьбе с белками, а их ненависть к людям, можно сказать, выходила за пределы их профессиональной деятельности. Эльфоплотили им столько же непримиримой враждой, и стычки белок со специальными отрядами всегда были очень кровавыми и жестокими. Кроме борьбы со Скотеллими, отряды, подобные темерским синим полоскам, выполняли ряд других небезопасных заданий, заслуживших репутацию умелых и надёжных бойцов. Так, ну пойдёмте на совет. Да, вкусы у них какие-то специфические, но да ладно, гномы есть гномы. Пошлите. Большую часть города мы обшарили, кроме разве что низких каких-то уровней здесь, возможно, ещё чё-то, и вот этого района, потому что сюда не было доступа. Ну пошли. Послушаем, чё-нибудь происходит. Я вовремя? Или как обычно. Вы пропустили неплохую драку, можно было убить самого короля. Дело дошло до поединка, принц был ранен. Вы видели магическую мглу, которая опустилась над полем битвы? Для всех, кто ещё сомневается, сразу скажу, что это не обычный туман и не ярмарочные фокусы. Скорее всего, мы имеем дело с проклятием крови. Могущественным и очень древним заклятием. Мы не знаем пока, кто его наложил и почему. На сегодня у меня есть одна хорошая новость и несколько плохих. Хорошая новость в том, что Хэнсельд и его армия на некоторое время задержаны мглой. А плохие? Облако призрачной мглы будет расти и сможет даже поглотить Верген. Кроме того, из него могут выходить призраки. Может, управимся с ними народными средствами? Топором по башке? Теоретически это возможно. Но я бы советовал запастись посеребрённым оружием. Кроме того, духи, вероятно, слабеют, удаляясь от мглы. Можно их изгнать как-нибудь? Обряд там провести? Этим займёмся я и ведьма Геральт из Ривии. Убийца короля? Который, вопреки досужим сплетням, короля не убивал. Да, конечно, нет. Он и мухи не обидит. Посмотрите в эти глаза. Сразу видно, какая у него тонкая душа. Мало кто разбирается в проклятиях лучше него. Я не собираюсь объяснять вам суть этого явления. Но скажу вам несколько простых вещей. Ну вот, начинается. Никому нельзя приближаться к призрачной мгле. Это смертельно опасно. Кроме того, нам придётся ознакомиться с историей битвы. И здесь я особенно рассчитываю на помощь уважаемого Сесилия Бурдона. Я к вашим услугам. Благодарю. Чтобы снять проклятие, нам потребуются символы войны. Предметы, которые принадлежали павшим в битве. Фу ты! Железяк с тех пор валяется больше, чем у Сесилия Бурдона в шее в бороде. Я так думаю, против проклятия лучше всего... Думать предоставь мне, почтенный Зигрин. А сам лучше помолчи. Все предметы должны быть магически активны и связаны с душами павших. Это всё. Если ещё кто-то не понял, все должны помогать Филиппе и Ведьмаку. Что ты там бурчишь, Ярпин? Что-то у меня в горле свербит. Выпей вина. А теперь займёмся более приятными делами. Ярпин, сколько у нас людей? Саски, а ты хорошо знаешь... Сколько? Краснолюдов под две сотни. Но мы не числом берём. Крестьян будет с полтыщи. По правде говоря, тяжко их сосчитать. Господа! Пятьдесят три рыцаря и двести кольчужных воинов. Мало. У Хенсельта пять тысяч солдат. Это значит пятеро на одного. Что вы об этом думаете? Нас мало, их много. Но у нас есть стены. Низкие, правда. Но если бы у нас были лучники, то кто знает. Сюда бы полк тяжёлых лирийских лучников. У нас есть кое-что получше. Эльфы Йорвита. С Каэтаэли. Пришёл. Господа, Йорвит. Чего ты тут ищешь, душегуб? Сто лучших луков с севера ждут твоих приказов, убийцы драконов. Хотели лучников? Так вот они. Брататься с эльфами мне не по вкусу. Только вот в драке любая палка пригодится, даже если она в говне измазана. В моей дружине достаточно людей, у которых он сжёг деревни. Свободные крестьяне – это одно. А преступник, которого разыскивают во всех королевствах, совсем другое. В этот раз ты перестаралась. Саске, скажи, и мы сразу уйдём. Послушайте. Йорвит пришёл, чтобы сражаться за меня. Я доверяю ему и знаю, что он нас не предаст. Точно так же, как каждый из вас. Откуда вам, барышня, это знать? Это шельф. У него измена в крови. Он сражается с людьми испокон веков. Но впервые за несколько десятков лет его борьба обрела смысл. Скайтаэли не знали мира. Они умирали за Нильфгаард, за долину цветов напрасно. Они были преданы и обмануты. Теперь у них есть цель. Долина Понтера может стать первым государством, в котором люди, выходя за городские стены, смогут не бояться эльфских стрел. А эльфам и краснолюдам не придётся жить в резервациях. Но сперва нам нужно выиграть битву. Вы знаете, кто идёт на нас войной. Это превосходная армия, испытанная в боях, обученная умелыми командирами. Их не получится ни напугать, ни победить. Мы должны их уничтожить. Всех до единого. Поэтому я хочу, чтобы Йорвид сел с нами за этим столом. Я хочу, чтобы он убивал за нас коэдвенцев. И я уверяю вас, он будет делать это с улыбкой. Слово за вами. Если мне доведётся увидеть улыбку на этой тощей роже, я согласен. Пусть Йорвид остаётся. Пёс его тери. Отец мой в гробу перевернётся. Ну что поделать? Надо так надо. Я за. Я против. Ты убил моих людей, эльф. Помнишь? Если бы я их не убил, убили бы меня. Будь по-вашему. Во имя лучших времён именно погибель коэдвенцам. Я за. Смерть ублюдкам! Нас здравствует Саския! Ура! Ура! А Лютик, по-моему, с Роше. Эх, ну ладно. Мы разберёмся. Яд! Это яд. Она умирает. Отнесите её в безопасное место и охраняйте как зеницу ока. Я возьму всё необходимое и займусь ей. Мои лучшие воины станут на страже. Быстро, мужики! Давайте носилки! А вот этот квест, который можно профукать. И надо постараться его не профукать. Она перестала колдовать. Что с Саскией? Она жива? Да. Я замедлила её жизненные функции. Сейчас её состояние стабилизировалось. Ты знаешь, что это за яд? Тауматор. В народе известный как Маченик. У него очень дурная слава. Должно быть какое-то противоядие. Что мы можем сделать? Для лечения потребуются травы, магия и кровь. Могу предположить, что кровь необычная? Именно так. Я имею в виду кровь королей. Вот где пригодился бы лето. Ближайший король находится за призрачной мглой. Ты меня неправильно понял. Нам не нужен правящий монарх. Важен генотип. То, что называется «голубая кровь». Короли происходят из древних родов. Чтобы выжить, властители должны были отличаться необычайным здоровьем и силой. Приток чужой крови в королевских родах всегда был невелик. А потому мощь их генов всё ещё сильна. Я применю генную терапию и научу организм Саски, как избавиться от яда. Ты велишь ей бить человеческую кровь. Я введу кровь ей прямо в сердце. Что за травы? Мне нужна подземная разновидность пурпурной наперстянки. Её ещё зовут краснолюдским бессмертником. И эльфская роза памяти. Где взять этот бессмертник? Он растёт глубоко под землёй. Но с ним сложностей не будет. В Вергене есть шахта. Чем он поможет Саски? Маченик вызывает сильные повреждения тканей, а бессмертник ускоряет регенерацию. Ага. У Трис тоже была роза памяти. Она уверяла, что это крайне редкое растение. В давние времена аэнсейтхе, которым удавалось вырастить розы памяти, пользовались большим уважением. Времена изменились. Эльфы тоже. В окрестностях Вергена никаких эльфских садов нет. Придётся возвращаться во Флотзам. Роза памяти из Флотзама есть у Трис. Осталось её найти. Что ещё нужно для операции? Тауматор обладает способностью к саморазмножению. Вторжение в среду заражённых клеток запускает цепную реакцию. На месте уничтоженной клетки появляется десять новых. Чтобы прервать этот процесс, мне потребуется нечеловеческая сила. Лучше всего подошли бы гении воды или воздуха. Или одно из двенадцати легендарных колец всевластия. Че? И одно, чтоб лишить их воли и соединить навек в их земной юдоли. А мне потом босиком по вулкану бегать, ясное дело. Ладно, ладно. Забыли о кольцах. Мне потребуется большая доза силы, неважно откуда. Найдите что-нибудь. Бессмертник, роза памяти, королевская кровь и магия. Звучит как в сказке. В скверной сказке. Не хватает только поцелуя принца. Для меня главное, чтобы всё хорошо закончилось. Как в скверных сказках. Я могу рассчитывать на твою помощь, Геральт? Можешь. Что с битвой призраков? Сначала я укреплю заклятия, которые поддерживают жизнь Саскии. Потом займёмся духами. В принципе, ты мог бы сам заняться призрачной мглой. Поговори с местными о битве. Может, разузнаешь что-нибудь полезное? Я попытаюсь найти отравителя. Так и чтёт. Сюда может войти только Филиппа Эйльхард. Ага. Встретиться в трактире с Золтаном. Так. Квест во время неограничен, насколько я помню. Поэтому надо будет поизучать, как его пройти. И пройти. Я бы спросил у вас, но я знаю, что вы не сможете мне помочь, потому что я прохожу уже на серии... Три точно обогнал, чем загрузку. Ну ладно. Сесиль Бурдон. Когда мы прибыли в Верген, обязанности старосты, там исполнял Сесиль Бурдон. Это был крепкий краснолюд, в котором проявлялись все черты их характера. Присущие его народу. Реализм, прямота и трезвость суждений. Верген нуждался в подобном управленце. А потом Бурдон был, вне всякого сомнения, правильным краснолюдом на правильном месте. Скалин Бурдон. Молодой Скалин Бурдон был племянником. Сесилия Бурдона и его воспитанником родители его убили из айдирских погромов. Столь же открытый, работящий и упрямый, как и его дядя. Скалин считал своим долгом представлять общину в то время, когда Сесилия не была в Вергене. Он всеми силами помогал каждому, кто приходил в город с добрыми намерениями. Ухач. Дерьмо с врат и крысы является неотъемлемым элементом любого значительного собрания людей. Не имея возможности избавиться от двух первых, люди всегда старались справиться хотя бы с третьим. Ухач был вергенским крысом ловом. Впрочем, в некоторые из ловушек, которые он продавал, мог бы угодить даже медведь. И это вызывало смутное беспокойство. Будучи человеком всесторонним, одаренным некто ухач освоил несколько профессий еще с тех времен, когда он был крысоловом в Вергене. Среди его товаров осталось множество ловушек, как он сам говорит, среди них и на грызунов чьи-то найдется. Торак. Среди краснолюдов Вергена важный персонаж всегда был кузнец Рун. В дни, о которых я веду рассказ, обязанности кузнеца выполнил Торак, который несколько лет назад принял дело своего учителя-мастера Балтимора. Мастерская у Торака была образцовой, и это снискало ему уважение и признание сограждан. Он представлял услуги высшего качества и, как каждый амбициозный ремесленник, искал способ улучшить свое мастерство и умение. Кельтон. Революция порождает чудовищ, и таким, без сомнения, был Кельтон. Воплощение наиболее примитивных крестьянских мечтаний. Страстей и страхов не скованы никакими моральными принципами. Подобные люди в состоянии совершать самые творческие поступки и список злодеяний, совершенных этим некогда простым крестьянам, был и впрямь велик. Трис Мерригольд. Чё, партия новая есть? Так, Триса добралась до Айдирны, и тому было несколько доказательств, и всё-таки найти её оказалось не так просто. Лётик. Лётик, Лётик. Лётик, Лётик. 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 держит и нельзя было решить сражаться свободу долины понтера и присягнув на верность саски ервит стал по ту же самую сторону что и люди оборонявшие веры многие не верили что внезапной перемены или всегда был не при непримирным врагом тхойли из-за него ни одна деревня сгорела до тла и ни одна мать в глаза рыдая по убитому сыну командир белок пользовался однако полным доверием саски что положило конец любым спорам золотан хивай золотан отправился с нами верген и с энтузиазмом достойным его славного боевого прошлого принялся обучать местных ополченцев которого совсем уже скоро ждало боевого крещения было ясно что в ближайшие близятся тяжелые времена однако золотан готовился защищать дело в которое верил бог о бок с эльфами и людьми филиппа эльха филиппа также составила для него как список ингредиентов или чё-то в области проклятия магии и явлений полустороннего мира квалификация филиппа не подлежала сомнению если кто им сможет помочь видимо куб таких вопросов то только госпожа эльхард в любом случае я не мог не обратиться не обратиться тому факту что именно геральту а не мне придется вести беседы с третогорской чародейкой филиппа также составила для видимо к список ингредиентов необходимых чтобы побороть яд жертвой которого стала соски знание тинктур магических составляющих и их свой всегда полезно при изучении магических арканов и в этом вопросе равна филиппе и эльхард было немного не дай умереть матки да щас щас все будет чё за кипиш от стенами нашего города собрался туман в котором кишат злобные призраки и вздумайте туда лезть это мгла мать ее за ногу притягивает и других чудес потому ежели кто пойдет в каменоломни или скажем в ущелье сохраняйте особую бдительность белки которые встали лагерем у сожженных хат нам не враги медитации я бы сделал бы себе парочку бомб а и алхимия да все понял понял картечь ромашки солнце зерканская а где грибы мне нужно были танцующая звезда что-ли да нет вот не те грибы нужно вот они грибы нужны для чего масел когнать картечь 30 после взрыва ранит а сколько всех в зоне действий хорошая вещь сам он оглушает и безвиживает в зоне бесполезно смердяк бесполезно диреканская которая горит нет что-то всего мало сейчас на картечь я много не сделаю это и много не сделаю это и много не сделаю модель можно много сделать теперь меня вес классно нет 3 проход целый район который я не шарил целый район смотри не выделывайся целый район в принципе не так много шарить только давайте просто честь тебе нравится мои пентакли да очень я бы с удовольствием рассмотрел их поближе тогда нам нужно представиться меня зовут фелиция кори ты геральт из ривии и не делай такую удивленную мину и я про тебя в школе учила как бы ты к этому не относился но ты герой новейшей истории и множество любовных романов которыми мы зачитывались после отбоя ты училась в аритузе до сих пор учусь мне осталось пройти практику по фетишам и эликсиром собственно поэтом я здесь и ты трудишься под пристальным оком филиппы эйльхард тебе помочь с практикой это называется уникальная возможность и работа с источником я буду очень признательна местных волшебные вещи почти не интересует а мне нужно получить зачет посмотрим что я смогу сделать можно я разуть чуть-чуть продать можно ща и всему научу ладно вот это казалось мне так нужен есть чуть-чуть мусора это нужно это нужно 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 вы стоит давай сначала сыграем с тобой покажи что ты способна да без проблем 22 на двоках что ли выйти еще три пятерки попробуй на шестерках войти дед не вышел по игра ладно тебе повезло так постой я еще не посмотрел рецепт кюч есть барсук бирга ожог кровотечение отравление сопротивление отравлению горению кровать вскрыть это нужно но барсук и это друг друга они 25 ну вроде интерес рецепт здоровье минус 50 процентов то очень слава сильные урон минус 40 зачем это цепь крякла это типа чтоб магия фигачь паучий яд вот это было прикольно блин я же не могу все это читать ладно часть взяли часть хватит сейчас вы увидите как делать бизнес мы их вар обворовываем чтоб им же предлагаем а краснолюк люди все это было бы зря счастлива свершила ты ведь чинишь доспехи так так работаешь сам на себя не вполне что не из болтливых верно говорили ты молчу как мне нужны эти ловушка гарпии ну пока хотя бы сделаем на гарпий сколько ему а блин нету серебряная руда нужно куда и калам нету серебряная руда а нет это у него купить данного я думал у меня в подвале василиску завелся а это моя старуха в угольный ларь полезла что такая торгай то я не знаю сколько мне нужно но нужно были но по-любому сделать надо 5 есть уже хуже стой стой я не сохранил а от парней орбита что давайте напинаем мне надо будет в темпе бегать и выполнять все квесты все эти очень не ночевать то что первое время по моему чевал то да ты издеваешься че он так их выкинул и как пойдешь убил вы видите ли он просто взял и выкинул кубики псих а ведьмак хорошо что я тебя нашел есть у меня для тебя подарочек как вы знакомы что удивлен ох уж эти люди вечно думаю только о себе самовлюбленные дикари я был во флотзами когда начался погром держи спасибо что ты мне дал топор и все собака ты зря меня охламишь еще один путешественник а откуда молчи я угадаю хм истемерие я только хотела сказать и что привело тебя в верген подожди я сама скажу по делам я так и думала а по профессии ты ведьмак ну и ну не часто к нам забредают ведьмаки а что это вообще за ремесло мы решаем проблемы ух ты у меня как раз проблема с моим парнем ты нашла его внутренности намотанными на забор а голова лежала отдельно от тела ведьмаки решают только такие проблемы хе-хе-хе подколол ну не ничего хе-хе-хе хе-хе мне нужно вернуть немножко деньжат себе так это бежать на забор да на заборе делать нечего да нечего и вот эта дорога приведет меня наверх где я не буду еще но то я еще гляну низ зачем идти наверх даже должен же убедиться что ничего меня здесь не ждет вроде ничего но здесь есть пара домиков а еще оружие обалдеть что тебе надо не бежь мне тяжело не беси меня а тяжело быть ведьмаком наворвал все и шаришься подземная жизнь очень короче надо будет каким-то макаром очень быстро бежать по-моему либо саския квест довольно такой как вам сказать временной и будет про принца временной я не знаю я не знаю они связаны или нет но блин и насколько я правильно помню ну все игру уже прошли сто раз я думаю я прохожу только сейчас дракон который напал на нас это и есть саския тан-тан-тан-тан вот этот поворот да вы скажете если честно для меня это дошло только сейчас сколько играл в мака я не понимал что это она я только анализировал что мне говорили да блин что типа чародей управляют драконами и саски управляли и по моему если не успею спасти то ее как бы крутят дракона и она будет драконом бегать но типа ее уже не будет восстать что у вас тут есть чем вы готовы поделиться неплохо блин две книжки о вторая походу повторяется да на повторять белое пламя среди всех правителей нашего времени невозможно не называть императора нельфгарда прозванного дейтвен адан ункарн эн морвуд что в переводе со старшей речи значит белое пламя пламя пляшущее на курганах врагов при звуке его имени содрогались королей от бауны до яруги легионы облаченных в сталь нельфгарских солдат попирали ногами королевства и свергали королей с престолов ненасытные в своих амбициях император дважды пробовал покорить весь север и каждый раз был вынужден подписать мир хотя сам он не проявлял лично в нашем повеств... чё? не появляется в нашем повествовании однако персона его несколько раз бросала тень на описание моих событий окей не знаю что это значит но окей так здесь все пойдемте глянем вверх проказа и тебе не хворать глянем вверх и начнем выполнять квесты квесты мы будем выполнять вообще тяжело потому что искать кровь надо будет узнать кто королей где? кто у нас королевская кровь неужели принцы? органе ааааааааа здесь проход был? сурово Да вы меня запарили Возможно, мне придется еще потратить время, чтобы здесь тебя зашарить Давай, ведьмак, держись Я понимаю, тебе тяжело, мне тяжело тоже Мне тяжелее, потому что я не хочу это бросать, я хочу это продать Наверное, сейчас я это продам И еще вот это продам Я не жадный, просто мне нужно это пихотать Продать все, мне нужно Почему торговец не может убежать? Эй, торговец, я тут Если бы не был я настолько ленивый, я бы смонтировал, поскольку канал у меня еще мелкий, людей у меня почти нет Хотя кто смотрит, молодцы Я монтирую, не монтирую только потому, что я ленивое животное и все Не обижайтесь на меня Просто полюбуйтесь пейзажами Там горы, видите, задний фон очень стремный Ладно, не будем обращать внимание на пейзаж, давайте посмотрим А вот эту висючку на капюшоне у Геральта Правда, она прикольно болтается Да-да-да, я знаю, что это бред, но что делать? Мне осталось чуть-чуть совсем Хорошо, что не вечер засказали. Все ушли, мы больше не торгуем. Э, где? Где торгашка? Убежал уже. Ну как купить? Точнее, тебя сбагрить? Наивная Фома. Хе-хе-хе. Блин, я почти под завязку. Плохо дело, плохо дело, плохо дело. На что бы баба и во главе войска? Баба. Эта баба это дракон. Дракон. Удачи. Привет. Привет. Я думал, у тебя польза будет какая-нибудь. А ты бесполезна. Да, в принципе, как все эльфы. Все сам ищи. Давай, свети. Блин. Да блин. Как я мог так уже захорониться? Вы че? Было бы чем. Так, но это мне нужно. Точильный камень. Один весит. У меня на четыре перевес. Все в порядке? Блин, да капец в порядке. Не могу нормально проутачить. Смотри, не выделывайся. Так я бы не выделывался. Че б скину? Че у меня по весу самым ногам? Кожа. 28. Ну давай, скинем, че делать. 16. Эх, прощай кожа. Эй! Ты никому здесь не нужен. Ху-ху-ху. Привет тебе. Эх, глаз. Может быть, Роше где-то с той стороны мглы. Значит, я наконец-то его достану. Во флотзаме. У меня это почти получилось. Нафига ты поднял повязку? Давно ты за ним охотишься? С тех пор, как он стал командиром синих полосок. Во время первой своей операции он вырезал один отряд в моем подчинении. Всех до последнего. Он застал меня врасплох первый и последний раз. С тех пор я стал гораздо осторожней. Ну ладно. Значит, это очень личное дело. Месть, как в песнях Лютика. Этого требует безопасность Скаетаэлей. Из первых командиров таких отрядов остался в живых только Роше. Я заметил, что тебе не хватает как раз герба Тимири. Для коллекции. Нужно завершать дела, которые начал. Ага. Пускай Таэлей не собьешь прицел. Глянем песню про пехоту Йорвида. Про великих лучников. Про ливень метких стрел. Тут делать нечего. Делаем какой-то проход. Я даже будешь представить, куда он. Эй, я тоже хочу сюда. Ну, рот, а. Едеть колотить. Чего же у вас всего так много-то? Что такое? Да ничего. Я просто в шоке. А я это даже использовать не могу нормально. Проваливай. Проваливай. Слышишь, ты. Карлик недоделанный. Я сейчас вернусь. На, блин. Ну, давай, прощай, Рудан. Киадмиль. Что ты здесь делаешь посреди ночи? Размышляю. О чем? О сражении. Осталось совсем немного. Пока над полем висит призрачная мгла, боя не будет. Я о другом. Пришло время нам, женщинам, выйти из тени. В бою мы не уступаем мужчинам. Но все остальное время... Женщины не должны быть воинами. Мы ни в чем не уступаем мужчинам. Ни в чем. Наш пол нисколько не умаляет наших талантов. Ну, хорошо. Знаешь, почему армиями командуют мужчины? Потому что они не тратят время на болтовню. Мы можем спорить до хрипоты, но если ты не начнешь действовать, слова ничего не изменят. Тебе тяжело, но если ты сумеешь проложить путь... Тем женщинам, которые пойдут за мной, будет проще. Спасибо, ведьмак. Береги себя. Э, ну окей. Я, конечно, не это имел в виду, но да ладно. Ну вот, доизучали мы город. И начнем выполнять квесты в следующей серии. Классно, да? Сколько бесполезных серий. Ну что ж, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока. Вы даже не представляете, если я буду проходить Морровинд и другие игры в Zelda Scroll, как я там шарить буду. Ну ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok